Ревекка Браун «Приготовься к войне» Предисловие Аспект демонического участия в заболеваниях человеческого тела – это область многих дебатов и недопониманий. Я не пытаюсь остановить эти дебаты, так как это невозможно. Просто я хочу представить вашему вниманию некоторые места писания и личный опыт врача и рассказать, чему научил меня Господь в области этой проблемы. Ревека Доктор Она впервые вошла в мемориальную больницу, чтобы начать свою практику по терапии. В предыдущем месяце она окончила медицинскую школу и теперь впервые за 30 лет своей жизни переехала далеко от дома. Ревека никогда не думала, что трагедии, которые ей придется пережить, навсегда изменят ее саму и всю ее жизнь. Тьма, которую она постоянно ощущала, как бы затаилась и наблюдала за ней, чего-то ждала. Неожиданно для себя Ревека была вовлечена в ряд случаев, которые оказались проверкой ее посвящения, преданности Господу и Спасителю Иисусу Христу. Первое испытание пришло быстро. Приблизительно через два месяца после того, как она стала работать в больнице доктором. Однажды вечером в реанимацию был доставлен человек лет 30. Измученное и изувеченное тело этого человека привело ее в ужас. Хотя до того, как стать доктором она имела шестилетний опыт работы медсестрой в реанимациях больших городских больниц, никогда ничего подобного она еще не видела. Я хочу, чтобы читатель понял, что я непрофессиональный писатель и извиняюсь за те места, где, возможно, не изложила все предельно ясно. Эта книга – победы, а не поражения. Элания и многие другие были освобождены силой Иисуса Христа. «Мы все несовершенные слуги, но Иисус Христос совершенен. Его сила совершенна и бесконечна. Он верен своим слугам ныне и вовеки». В этом руководстве по духовной войне доктор Браун делится своим семилетним опытом в помощи избавления людей из самого центра сатанизма. Это продолжение книги он пришел отпустить измученных на свободу, сразу же ставшей бестселлером. В ней вы научитесь победоносно противостоять сатане, обращаться с опасными движениями New Age, распознавать и реагировать на сатанинские ритуальные обращения с детьми, служить в сфере избавления, знать, как нужно обходиться с людьми, получившими избавление. Это шокирует, это броско, но это война. Знаете ли вы, как сатана может использовать двери, включая йогу, ролевые игры и медитацию, чтобы принести демоническое разрушение в ваш дом? Сатана ненавидит вас и хочет погубить. Чтобы быть победоносным, вы должны приготовиться к войне. Субтитры создавал DimaTorzok Вступление С глубоким здравомыслием и тяжестью сердца «Я пишу эту книгу под водительством Бога». День Господень в долине решений наступил. Зло свободно разгуливает по нашей земле и по всему миру. Это происходит с таким размахом, что средний христианин пришел бы в ужас, если бы постарался открыть свои глаза и увидеть то, что происходит вокруг. Мы очень уютно живем в своих маленьких домиках, в своих церквях, в своих проектах. Но невозможно не заметить, что происходит в мире вокруг нас. Через средства массовой информации, через действия миллионов людей, дьявол четко и громко заявляет «Служи мне, или ты умрешь». Кто предупредит людей о том, что происходит в долине решений? Кто станет бороться за их души? Кто скажет им о том, что они не должны служить дьяволу? У кого есть такая вера, чтобы взять меч Господень и выйти на битву? Мы живем во время войны независимо от нашего желания. Наши дни исполнены злом. Время очень коротко. Мы стоим перед принятием решения. Либо мы возьмем в руки Божье оружие, либо станем служить дьяволу. И в том и в другом случае, во время этой битвы, многие из нас потеряют свою жизнь. Перед нами стоит множество вопросов. Какая наша позиция перед Богом? Знаем ли мы Его лично? Говорит ли Он с нами? Говорим ли мы с Ним? Достаточно ли ты близок с Ним, чтобы в момент встречи с демонической силой смог выстоять, имея власти силу Иисуса Христа? Или грех в твоей жизни дает легальное право дьяволу вмешиваться в нее? Если это так, то ты не сможешь выстоять против него. Что ты будешь делать, если ты или твои дети подверглись осквернению в сатанинских ритуалах? Сможешь ли ты противостать такому злу? Эта книга написана для того, чтобы научить тебя противостать злу. Когда Иисус страдал, когда Он умирал за нас, Он все завершил на кресте. В послании к Колоссянам во второй главе в пятнадцатом стихе сказано «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Иметь отношение с Богом или нет – это наш выбор. Мы можем иметь триумфальную победу над начальствами и властями тьмы поднебесной во имя Иисуса Христа. Но если у нас в жизни есть грех, если нет личных отношений с Богом, мы не выстоим, и наш выбор в долине решений будет неправильным. Эта книга написана как продолжение книги «Он пришел отпустить измученных на свободу», в которой рассказывалось обо мне и об Илании. Илания служила сатане семнадцать лет. Она была одной из ведущих колдунь США. Наша война началась в мой первый год работы после окончания медицинской школы. «Сражение почти привело к моей смерти, но Илания, найдя силу и любовь, намного большую, чем мог дать ей сатана, отошла от служения ему и обратилась к Иисусу Христу, который стал ее Господом и Спасителем». Только спустя семь лет после покаяния Илания была полностью освобождена от всех демонических духов. К настоящему моменту наша жизнь почти закончена. «Господь скоро призовет нас домой. Мы хотим, чтобы ты, дорогой читатель, получил знания, которые Бог дал нам во время нашей битвы. Наши сердца наполнены печалью за огромное множество людей, идущих в ад. Я молюсь, чтобы эта книга помогла тебе взять его меч и начать сражение. Хочешь ли ты положить свою жизнь за чью-либо душу, чтобы она узнала Иисуса Христа? В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 13 стихе говорится, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я хочу спросить тебя, где ты стоишь в долине решений? В Библии говорится, «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы». «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я вас сяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Иоиль, 3 глава, с 9 по 14 стих. Глава 1. «Убирайся из города!» Темный холл был погружен в полную тишину. Были слышны лишь шаги двух людей в белых халатах, медленно идущих в комнате ожидания. Одна из фигур Ревека почувствовала тяжесть и мрачное предчувствие, замерзшее в воздухе. Внезапно ее спутник остановился и схватил ее за плечи. В воздухе ощущалось сильное напряжение, когда они стояли и смотрели друг на друга. Ревека заметила искаженное страхом лицо своего коллеги-доктора. «Ревека!» Сказал он резким злым шепотом. «Ты должна покинуть город на этой неделе! Скажи, что твоя мама заболела или умерла! Скажи все, что угодно! Только уезжай из города! Твоя жизнь зависит от этого!» «Тим, ты же знаешь, я дежурю каждую третью ночь на этой неделе. Я не могу уехать из города. Да и зачем это нужно?» «Ты должна верить мне! Тебя убьют, если ты останешься! Уезжай! Уезжай раньше Пасхи! Все! Я больше не могу говорить!» «А, так ты был на Совете Братства? Я должна стать жертвой для Черной Мессы в этом году? Ты же знаешь, что я не могу покинуть госпиталь. Илания еще слишком больна. Я не оставлю ее одну». «Да, я знаю. Они ее тоже убьют. Убьют здесь, в госпитале. Ее смерть будет относительно легкой, но твоя...» «Тим, спасибо, что ты рискуешь своей жизнью, чтобы предупредить меня, но я не могу уехать». «Ревека, не будь глупой! Тебя ничто не сможет спасти, если ты останешься!» «Мой Господь может меня спасти. Тим, разве ты не видишь? Ты не тому хозяину служишь. Сатана уничтожит тебя. Иисус любит тебя. Он любит тебя так, что отдал свою жизнь за тебя. Подумай об этом. Тебе стоит обратиться к нему». «Нет, ни за что. Оттуда невозможно выйти живым». «Но Илания вышла. Посмотри на нее!» Лицо Тима стало жестким и холодным. «Посмотри на Иланию! У нее нет ничего. Она все потеряла, она даже жить не будет. Я слишком много вложил в свою карьеру, в свою семью, и не собираюсь это терять. Если ты будешь продолжать действовать так же, Ревека, ты все потеряешь. Ты загубишь свою карьеру. Зачем быть такой глупой? Ты можешь потерять то, на чем ты так долго работала». «Божья мудрость нечеловеческая Тим. Какая будет польза от того, если ты обретешь целый мир, а кончишь тем, что всю вечность будешь гореть в аду? Ты должен увидеть, что сатана на самом деле ненавидит тебя и хочет уничтожить. Я бы не сказал, что твой Иисус сделал слишком много для Илании. С тех пор, как она покинула сатану, она не только все потеряла, но и постоянно болеет. Тебя так же вышвырнут отсюда. Если ты будешь продолжать бороться за ее жизнь, будь здравомыслящей, Ревека. Ты знаешь, что тебя здесь уважают, и ты можешь сделать отличную карьеру, даже стать знаменитой. Я просто не могу понять тебя. «Сожалею. Я знаю, что ты не можешь, но я буду продолжать молиться за тебя, чтобы однажды ты смог и чтобы не забыл этот разговор. Помни, Тим, что бы ни случилось в твоей жизни, Иисус любит тебя. Сатана ненавидит тебя. Он лжец». Лицо и голос Тима стали злыми и холодными. «Пусть будет так. Твоя смерть на твоей совести. Я тебя предупредил». Он резко повернулся и быстро пошел в свою комнату, сильно хлопнув за собой дверью. Ревека мельком взглянула на часы. Было 4 часа утра. Через 2 часа она должна будет начать новый день, если только не будет вызвана опять. Разговор с Тимом потряс ее больше, чем она ожидала. Он не шутил, и она знала это. Ее жизнь действительно была в опасности. Тим, ее коллега по работе, также был высокопоставленным сатанистом. Этот вечер стал тому подтверждением. Он никогда бы не узнал, что Ревека должна стать жертвой, если бы не был на совете, собиравшим вместе руководителей большой и мощной сатанинской организации. Она знала из опыта, что ее жизнь теперь не стоила и двух центов. Ее замечания об Илании попали прямо в ее собственные мысли и сомнения, которые мучили ее последние несколько дней. Почему они не достигли победы, которая принадлежит Илании? Она провела в госпитале почти все время, которое прошло с момента ее последнего освобождения. Это было почти год назад. С тех пор она постоянно болеет. Битва затянулась на долгое время. Они обе истощены и измучены. Может быть, Ревека была просто глупой? Она пошла в свою комнату для отдыха, упала на колени, прямо на холодный твердый пол, обливаясь слезами. «О, Бог!» — кричала она. «В твоей ли я воле?» Пока Ревека изливала свои сомнения и страхи перед Господом, ее разум прокручивал некоторые случаи в ее жизни. Обращение Илании, занимавшей одну из самых высоких позиций в сатанизме США, и ужасную битву, длившуюся несколько недель, пока, наконец, не пришло окончательное освобождение. Они думали, что пришел конец их проблемам, так как Илания, наконец-то, освободилась. Как же неправы они были! Битва только начиналась. Со всех сторон они были атакуемы бесами, человеческими духами и различными людьми. Илания была постоянно больна, последние несколько месяцев она лежала в госпитале в тяжелейшем состоянии. «Неужели все это должно так закончиться?» спрашивала Ревека сама себя. «Отец, твоя ли воля для нас положить своей жизни сейчас?» Внезапно Дух Святой четко проговорил в ее разум. «Дитя мое, помни о Завете!» «Завет! Как она могла забыть о нем?» Отец имел это в своих планах много месяцев назад. Неудивительно, что битва была такой напряженной. Ревека села на край кровати, улыбаясь и вытирая с лица слезы. В ее сердце пришел мир, мир, который может дать только Иисус Христос. Ее мысли вернулись назад, в ту решающую ночь, почти шесть месяцев назад. Казалось, что все упрямство Элании сконцентрировалось в ней в те выходные. Господь проговорил Ревеке о том, что Он приказал Элании заключить завет с ним для того, чтобы защитить их от атак местных сатанистов. Элания отказалась, упрямо доказывая, что она сама сможет защитить себя и воевать против них. Гордость и упрямство, развитые за семнадцать лет служения сатане, все еще не покинули ее. Ревека подняла этот вопрос в тот же вечер сразу после ужина. Они сидели на диване в гостиной, обсуждая данную проблему. «Элания, отец сказал мне сегодня, что он повелел тебе присоединиться ко мне и заключить с ним завет, чтобы защитить нас от нападок местных сатанистов. Он сказал, что ты отказалась и сделать это. Это правда?» «Да. Это оскорбительно для меня. Я сама могу бороться и защитить нас. Я знаю нашего врага очень хорошо. В конце концов, я ему служила семнадцать лет. Должна же я знать его? Я не слабая. Почему я должна идти за помощью к Богу? Элания, ты не можешь не слушать Бога. Почему нет? Когда сатана говорил мне что-либо, и я не хотела этого делать, я не делала. Бог оскорбляет меня. Почему я должна просить его о защите, когда могу воевать сама? Но Элания, сатана не Бог, сатана только сотворен, а Бог есть Бог, ты не можешь не слушать Бога. Спор накалялся. Ревека все более разочаровывалась, Элания все более упрямилась. Внезапно помещение наполнилось ярким светом, и в комнате появилась светящаяся фигура в белом одеянии с обнаженным мечом. Он был высок, очень высок. Его голова почти касалась потолка. Он излучал власть. Выражение его лица было строгим, тело отливало бронзой, а меч в руке сиял, чистым, ярким светом. Когда Ревека начала говорить, он прервал ее со следующими словами. «Оставайся в мире, женщина. Я, слуга Бога Всевышнего, Иисуса Христа из Назарета, который родился от Девы, ходил по этой земле в оплоте 33 года и умер на кресте за ваши грехи. Этот Иисус, сидящий на престоле по правую руку от Отца, и есть мой господин. Я послан Богом Отцом, чтобы уничтожить ту, которая так непослушна и упряма. Она разъярила самого Бога». В этом заявлении относительно признания Иисуса Христа ангел продемонстрировал свою принадлежность должным образом. Поэтому Ревека поняла, что он ангел Господень. Писание говорит, «Возлюбленные, не всякому духу верьте». Демоны часто являются в образе ангелов света, как об этом сказано во втором послании к Коринфянам в 11 главе в 14 стихе. Очень важно применять данный способ ко всякому духу. Ревека сидела, открыв рот. Элания вскочила на ноги, она выглядела карликом по сравнению с ангелом. Но это ее не останавливало. Элания помахала кулаком и сказала, «Ну, давай, огромный парень, посмотрим, сделаешь ли ты, о чем говоришь». Ревека в ужасе бросилась к ней. Она схватила ее за шиворот и повалила на диван. «Элания, замолчи сейчас же! Сиди здесь и не открывай своего рта!» Затем, отвернувшись от Элании и ангела, Ревека упала на колени. «О, отец!» — воскликнула она. «Ты Бог праведный и милующий! Я прошу тебя во имя Иисуса Христа, твоего сына, пожалуйста, пусть твой гнев изольется на меня вместо Элании. Ты праведен! У тебя есть все основания осудить твоего слугу Эланию. Но, отец, я умоляю тебя, не делай этого! Если ты убьешь Эланию, сатана и его слуги скажут, что твоя рука слишком слаба, чтобы вырвать кого-то из царства тьмы. «Пожалуйста, отец, призри на мою просьбу! Пусть твой гнев вместо Элании и зальется на меня! Не убивай ее!» Ангел убрал меч в ножны. «Встань, женщина!» — сказал он. «Твоя просьба услышана и будет исполнена». После этих слов ангел исчез. Пока Ревека медленно вставала, Элания спросила ее, «Что произошло? Почему ангел исчез так внезапно? И как это понять, что гнев Божий вместо меня придет на тебя?» Ревека взяла в руки Библию. «Сейчас я тебе что-то покажу. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». Читай в 1-й книге царств, 15-й главе, 23-м стихе. И посмотри на стих перед этим. «Послушание лучше жертвы». 22-й стих. «Бунт — это грех. Бог не терпит бунтов в своих слугах. Каждый раз, когда ты бунтуешь против Бога, ты грешишь так же, как если бы ты снова колдовала». «Хорошо, хорошо. Но а как насчет гнева Отца, который должен прийти на тебя вместо меня?» «Я просто следую примеру Моисея. Когда он вел израильтян по пустыне, они много раз бунтовали против Бога. И когда Бог решал уничтожить их и поднять новую нацию от Моисея, он умолял Господа не делать этого. В 32-й главе книги «Исход» Моисей даже просит стереть его имя из Божьей книги, если он не простит людей. Я думаю, то, что написано в числах в 14-й главе, лучше всего описывает доводы Моисея. Давай прочитаем. «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе он не будет верить мне при всех знамениях, которые делал я в среде его. Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он, склятвою, обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Ты не понимаешь, насколько важно твое послушание и лание. Ты должна так стоять за Господа, чтобы другие могли следовать твоему примеру и освободиться из царства сатаны. Твое упрямство должно быть сломлено. Ты не можешь служить Господу по-другому. Этот ангел на самом деле убил бы тебя. Он не шутил. «У Господа есть право уничтожить тебя. Я знаю, что ты привыкла бороться с демонами, но ангелы Божьи полностью отличаются от демонов. Ты не можешь воевать против ангелов. Они действуют силой, данной им самим Господом, и слушают только Его». Так что же произойдет сейчас? Я не знаю. Ты жива. Ангел сказал, что моя просьба услышана. Мы просто должны ждать Господа, и тогда посмотрим. Да, это подождем Господа я слышу постоянно, сказала Элания и направилась в постель. Элания привыкла служить тому, кого она видела и с кем могла контактировать напрямую. Она разговаривала с бесами и видела их. Она привыкла делать то, что хотела. Жить верой, слушаться Господа, которого она не могла видеть, было очень трудно для нее. Элания, как и многие другие, служила сатане, имея силу, полученную от него, но делала то, что ей хотелось. Служение Богу и исполнение только Его воли было совершенно противоположно ее натуре и воспринималось с огромной трудностью. Следующее утро осталось в памяти Ревекина вечно. У нее был выходной. Она стояла на кухне, готовя завтрак, когда внезапно ощутила такую ужасную боль, которая раньше никогда не переживала. «Господь!» взмолилась она. «Это от сатаны?» «Нет!» «Это мой ответ на твою просьбу», последовал быстрый ответ Святого Духа. В течение нескольких минут Ревека чувствовала себя так плохо, что не могла стоять на ногах. Ее страшно лихорадило. Каждая кость, сустав и мускул в ее теле бились в конвульсиях от ужасной боли. Каждый вздох давался неимоверно трудно. Все, что она могла делать, это кататься по своей кровати, свернувшись в клубок несчастья. Элания зашла в комнату, чтобы посмотреть, где Ревека. Мгновенно Господь открыл ей, что происходит. Примерно через четыре часа Ревека начала отходить от агонии и увидела, что Элания, стоя у ее кровати на коленях, тихо плачет. Ревека едва услышала ее молитву. «О, отец, пожалуйста, прости меня. Я вижу, насколько ужасны мои грехи. Я понимаю, что каждый раз, когда я не слушаюсь тебя, мои действия причиняют огромную боль кому-то, больше же всего. Иисусу. О, Бог, я знаю, что не заслуживаю этого, но, пожалуйста, прости меня и спаси Ревеку от смерти». Наконец-то упорство Элании было сломлено. В ответ на ее молитву Господь убрал свою руку от Ревеки и за остаток дня она полностью восстановилась. На следующий день воскресенья Элания написала следующее в своем дневнике. «Небесный Отец, в послушание Твоему повелению, Твои слуги, Ревека и Элания, заключают завет с Тобой для защиты от приближающейся сатанинской атаки. Мы просим о защите и благодарим Тебя за нее во имя Иисуса Христа, Твоего Сына». Затем Элания поставила дату. После служения в то утро они обе вышли вперед к алтарю и положили свои дневники открытыми перед Господом. Они подписались под этой молитвой и посвятили ее Господу. Прошло почти полгода, Ревека начала понимать, что именно для этого предстоящего события Господь приготовил их тогда, повелев им заключить завет с ним. Она содрогнулась, думая о последствиях, которые могли бы произойти, если бы они отказались послушаться Божьего водительства. Теперь Ревека знала, что нужно делать. Она сделала обход немного раньше, чтобы успеть приехать именно в ту церковь, где Элания получила освобождение. Она приехала за полчаса до окончания служения. После служения, как обычно, пастор Пэт пригласил каждого, кто хотел помолиться, к алтарю. Ревека держала в руке тетрадь Элании. Она вышла вперед и встала на колени, положив тетрадь на алтарь перед собой. Со слезами, стекавшими по ее лицу, она стала тихо молиться Господу. «Господь, я прошу Тебя, призри на своих слуг, ты знаешь, что сатана хочет убить нас». Она еще не успела что-либо добавить, как внезапно ей открылся вход в духовный мир. Она мгновенно переместилась в тронный зал Бога и там увидела сатану, стоявшего перед Господом и просившего за нее и Эланию. «Я прошу Тебя о Твоих слугах, о тех, которые мучают меня и согласились служить Тебе до конца своих дней. Я не верю им, они лгут. Я хочу убедиться в этом. Позволь моим слугам принести их в жертву на черной мессе, и ты увидишь, насколько неглубоко их посвящение». Затем Господь обратился к Ревеке. «Что ты скажешь по этому поводу?» Ревека подала тетрадь. «Отец, Ты знаешь наши сердца. Элания и я исполнили то, что Ты хотел. Мы заключили завет, и сейчас я хочу представить его Тебе в великом почтении во имя Иисуса Христа, Твоего Сына». Ревека почувствовала, что она сдерживает дыхание, и казалось, что это длится ужасно долго. Потом она услышала, как об этом сказано в книге Откровения, в 12 главе, в 10 стихе, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Отец, обернувшись к сатане, сказал, «Ты знаешь, сатана, что я всегда храню свои заветы. Я заключил завет со своими слугами, и буду защищать их от нападок твоих слуг. Ты не можешь забрать их жизни. Твои слуги не смогут атаковать их. Я сохраню свое слово. Отойди от меня». В одно мгновение Ревека вновь почувствовала физическое окружение. С огромной радостью она вспомнила место из Писания. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Бог сдержит свое слово. Они будут в безопасности. На протяжении всего пути домой она славила и благодарила Господа. Глава 2. Завет с Богом У нас прекрасный Бог, Который наслаждается заветом со своими людьми. Вся Библия – это история завета Божьего с его людьми. В предыдущей главе описывается только один случай, в котором Бог заключил завет с Иланией и со мной. В самом начале Бог знает конец. Он знал, что сатана станет просить мою жизнь и жизни Иланией, поэтому он повелел нам заключить завет с ним еще шесть месяцев назад. Сатана не знал о завете до того дня, как он появился с просьбой отдать ему наши жизни. У меня нет сомнений, что если бы мы не послушались Господа и не заключили завет с ним, то были бы убиты сатанистами. Какая непостижимая мудрость у нашего Бога! Я хотел бы еще поговорить об этих важных принципах. Огромное множество христиан не подозревают о том, что Бог имеет большое желание заключить с ними завет и поэтому невнимательны к Духу Святому, когда Он говорит об этом. Давайте посмотрим, что же Слово Божье говорит о завете. Иисус Христос, данный нам как дар, есть новый завет Бога с человеком. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священно-действователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Это слова из послания к евреям, 8 глава, 1, 2, 6 стих. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». Послание к римлянам, 11 глава, 26-27 стих. Бог заключает с каждым из нас завет, когда мы просим Иисуса простить наши грехи и стать нашим Господом и Спасителем. Многие христиане останавливаются на этой точке. Но Бог не имеет такого желания в Своем сердце. У Него есть специальный план для каждого из нас. Если бы мы только желали исполнить Его волю. Много раз Бог говорил нам через Духа Святого, давая нам знать, что Он хочет заключить с нами завет так же, как Он делал это с Ноем, Авраамом, Моисеем, Иисусом Навиным и многими другими. Завет с Богом был одной из самых важных вещей в моей жизни, обеспечивших стабильность на протяжении семи тяжелых лет войны с сатаной. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми из этих заветов. Я надеюсь, что вы поймете эти важные принципы. Я сама являюсь ребенком завета. Моим родителям было 36 лет, когда они поженились. Это был их первый брак. К тому времени они оба были христианами. Мой брат родился, когда маме было уже 40. Доктор сказал ей, что она больше не сможет иметь детей. Но она и мой отец не были обрадованы такой перспективой. Примерно через год мама и отец стали перед Господом на колени и заключили с ним завет. Они пообещали ему, что если родится ребенок, они отдадут его на служение Господу, что ребенок не будет принадлежать им, а только ему, и они станут воспитывать его, как ребенка завета. Мои родители сдержали свое слово, а Господь свое. С самого рождения сатана пытался убить меня. Моим родителям сказали, что я не доживу даже до своего первого дня рождения. Но Бог держал свое слово. Я не помню ни одного дня, когда чувствовала бы себя хорошо. Битва за жизнь началась в самом ее начале. Сатана постоянно пытался уничтожить меня. Множество раз я попадала в госпиталь. Я не знаю, как моя мама относилась к тому, что ее ребенок постоянно болел. Мои родители просто верили Господу, верили в то, что Он сохранит мою жизнь. И Он действительно ее сохранил. Я все еще живу. Многие воспоминания моего детства связаны с тем, что мама говорила мне о завете с Господом обо мне. Множество раз она держала меня за плечи и, глядя мне прямо в глаза, говорила, «Дочь моя, ты не принадлежишь нам, ты принадлежишь Господу. Ты родилась в этот мир только для одной цели – служить Господу во все дни своей жизни, никогда не забывай этого». С раннего детства родители знакомили меня с Евангелием. Я помню серьезные раскаяния в своих грехах, когда мне было всего четыре года. Дух Святой ясно говорил, что мне нужен Спаситель. Я помню, как однажды провела целый вечер в своей комнате, обливаясь слезами и раскаиваясь в своих грехах. Однажды Господь показал мне, что Он реален, что Иисус умер на кресте, чтобы омыть мои грехи Своей кровью. Для меня это был самый радостный и счастливый день. Господь принес Свой мир и убеждение в том, что Иисус мой Спаситель. Это случилось как раз перед моим пятым днем рождения. Но шли годы. Постепенно приходили проблемы. Религиозная группа, в которой находились мои родители, попала под демонический контроль. Представители этой группы заявляли, что они единственные, кто знает правду и пойдет на небо. Пьянство и разврат поглотили членов этой группы. Я не находила себе покоя, многие часы проводя в слезах перед Господом. Я была просто отверженным человеком, но Господь хранил Свой завет и защищал меня от греховных отношений с членами этой общины. Дух контроля над разумом был настолько силен в этой группе, что каждый человек жил в страхе, даже мои родители. В дальнейшем эта секта стала жестко контролируемой. Ее членам внушали, что они могут потерять спасение, если покинут группу или ослушается ее лидеров. Но моя мама еще в раннем возрасте научила меня тому, что за все, что бы я ни делала или говорила, я должна держать отчет только перед Господом. Я должна была сама изучать Слово Божье и сама решать, что верно, а что нет, согласуя свои поступки со Словом Божьим. Мама научила меня правильным вещам, хотя сама всю жизнь находилась в этой группе. Когда я оглядываюсь на прошедшие годы, то понимаю, что уже в самом раннем возрасте Бог дал мне дар развлечения духов. Я не знала об этом, потому что нас учили, что дары в наше время уже не действуют, и их невозможно получить. Я помню, что очень часто, когда я приходила с собрания, мои глаза были полны слез. С тяжелым сердцем я говорила «Папа, папа!» Я чувствовала там зло. Когда мы шли на собрание, я физически чувствовала боль, но родители не понимали, что происходит. Во время моего подросткового периода завет с Богом был полностью забыт мною и моими родителями, но не Богом. Бог хранил завет. Тогда мне исполнилось 26 лет. Я покинула группу, в которой выросла, покинула дом, родителей и поступила на учебу в медицинскую школу. Я жила в очень большом университетском городке и действительно была очень рада предоставленной возможности. Я ее использовала. Бог помнил о завете, который Он заключил с моими родителями. В течение первой недели обучения Господь коснулся меня так властно, что я стала чувствовать себя абсолютно несчастной. Я понимала, что по отношению к Господу веду себя неправильно, но не знала, что делать. Я боялась пойти в церковь, потому что в группе, членом которой я была на протяжении многих лет, учились, что все другие церкви построены на грехе против Святого Духа и что если мы хоть раз зайдем в такую церковь, то Господь моментально подвергнет нас наказанию или отдаст сатане на растерзание. Такое учение было заблуждением, но я не была уверена в этом и ужасалась только от одной мысли пойти в церковь. В конце концов, после двух недель терзаний я попросила моих соседок по комнате сходить со мной на служение, и те согласились. Они обе посещали собрание, но ни одна из них не была христианкой. Мы пошли на небольшое служение в нашем студенческом городке. Я была удивлена тому, что Господь не поразил меня. Этого не случилось даже после разговора с пастором. Первый раз в своей жизни я услышала о том, что можно иметь отношения с Господом, при которых Он сам будет говорить и общаться с тобой точно так же, как Он делал это в Писании. Но пастор сделал важный акцент на том, что мы не сможем иметь с Ним таких отношений, если не посвятим Ему всю свою жизнь. До того момента мне никогда не доводилось слышать такого учения. Впервые в жизни я увидела и почувствовала огромную Божью любовь, находясь среди группы верующих студентов. Я познакомилась с христианами, имеющими очень близкие отношения с Господом. Мое сердце плакало, желая того же. Единственное, что меня останавливало, это полное посвящение. Я поняла, что очень боюсь этого, но у меня не было иного выхода. Сомнения терзали меня. Однажды я целую ночь провела в слезах, катаясь по полу, стараясь принять решение. Когда наступил рассвет, я взяла лист бумаги и написала на нем каждую сферу своей жизни, свою карьеру, семью, любимого человека, место, где буду жить и работать, своих будущих друзей, физическое тело, свою репутацию. Все это я посвятила Господу. Подписав лист и поставив число, я ожидала, что когда сделаю это, меня поразит молния с небес, я упаду и сразу же заговорю на языках. Ведь это то, о чем я читала в книгах. К моему удивлению, ничего не случилось. Я не почувствовала никакой разницы. Я сделала огромное посвящение Господу и ожидала, что Он сотворит в ответ какое-то чудо, но Он этого не сделал. Я была опустошена. Неизвестно, как я сдала экзамены и поехала домой на двухнедельные рождественские каникулы, которые провела в своей комнате в слезах и посте. Я была полностью разрушена и достигла такого момента, что была поглощена только одним желанием – иметь личное отношение с Господом. Я просто не могла жить без этого. Мои родители были полностью разочарованы. Они думали, что от напряжения в школе я сошла с ума и просто не могли понять то, о чем я говорила. В конце концов, за два дня до окончания каникул я собрала вещи и вернулась в университетский городок. Никогда не забуду этого дня. Я пошла к пастору, плачущая, я сидела в офисе, рассказывая ему о том, как посвятила свою жизнь Господу, но в ответ ничего не произошло. Господь не говорил со мной. Я даже не почувствовала никакой разницы. Пастор засмеялся. «Я уверен, что ты думала о том, что будешь поражена молнией и сразу начнешь говорить на языках, не правда ли?» «Конечно же. А разве это не так происходит?» «Нет. Бог есть Бог. В жизни каждого человека он работает по-разному, работает так, как он хочет». Писание говорит, «Будьте исполнены духом». «Ты просила Господа наполнить тебя святым духом и сделала полное посвящение ему. Теперь ты должна стать на колени и в вере поблагодарить его за то, что он держит свое обещание. Попросить его изменить твою жизнь, так как он этого желает. Продолжай жить, и ты увидишь, как Господь будет менять твою жизнь». Благодарю Бога за мудрость этого пастора. Я все сделала так, как он мне посоветовал, и через три недели уже была другим человеком. Первое изменение, которое произошло со мной, состояло в том, что я испытала огромную жажду читать и изучать Слово Божье. Первый раз за свою жизнь я прочитала Библию от начала и до конца. Очень быстро Господь показал мне некоторые области моей жизни, которые были неугодны Ему. Спустя примерно месяц после того, как я сделала посвящение, Господь впервые говорил со мной. О том, как слышать голос Господа, подробнее говорится в седьмой главе. «После этого мои отношения с Господом стали быстро расти». Сатана атакует область даров Духа Святого, крещение Духом Святым, более всего остального, особенно в последнее время. Многие харизматы хотят силы без креста. К сожалению, они опираются на эмоциональный опыт. Фундаменталисты, традиционные христиане, также не хотят креста. Поэтому они говорят, что сила не принадлежит нашим дням. Обе позиции неправильны. Бог есть Бог. Он не обязан давать нам отчет или делать то, что мы считаем нужным. Мы не можем требовать даров Духа Святого или контролировать Его работу в своей жизни. Они действуют только тогда, когда Бог этого желает. Мы должны жить в послушании и вере нашему Господу. Часть нашей веры – это понимание и принятие того, что дары действуют только так, как хочет Господь. Христиане тратят очень много времени, пытаясь сформулировать доктрины, обойти суверенность Бога. Это невозможно. Чем быстрее мы это поймем, тем быстрее придем к близким отношениям с Господом. Мой первый завет с Богом был заключен в момент моего спасения. А второй – тогда, когда я совершила полное посвящение Господу. Инициатором этих двух заветов была я. Инициатива для всех последующих заветов исходила от Бога. Я верю, что Господь хочет, чтобы инициативу по заключению первых двух заветов взял на себя человек. Затем инициативу будет проявлять Бог. Мои родители заключили завет с Господом, и он еще раз продемонстрировал свою верность, явив чудо. Моя мать забеременела вторым ребенком. Третий главный завет был заключен тогда, когда я приняла его призыв к духовной войне. Это произошло спустя пять лет после второго завета. Подробно я описала об этом в своей первой книге. Он пришел отпустить измученных на свободу. По повелению Господа, я должна была перевести Эланью в свой дом для того, чтобы защитить ее от атак сатанистов. Господь сохранил нас. После этого в моей жизни наступил небольшой период ожидания главной битвы с демонами, находившимися в Элании. Оглядываясь назад, я понимаю, что перед началом битвы я нуждалась еще в одном завете, подобном тому, какой Бог заключил с Иисусом Навиным, прежде чем он пересек Иордан. Поэтому Бог сдерживал натиск демонических духов на протяжении двух недель до того момента, когда я решилась заключить этот завет. Господь сказал мне, что Он желает. Во-первых, я должна была доверить свою жизнь Богу для использования ее так, как Он хочет, чтобы напрямую сражаться с сатаной и его демонами. Во-вторых, мне нужно было понять, что такое посвящение потребует очень высокой цены. Я могла потерять карьеру, семью, своих друзей, все, что считала дорогим для себя, страдать и физически, и эмоционально. Но Бог обещал мне, что Он будет рядом со мной на протяжении всего этого времени и что Он явит себя особенным образом. Множество душ будут спасены и вырваны из рук сатаны. Однако, даже если бы я не последовала по этому пути и не заключила с ним завет, Он все равно благословил бы меня в той карьере, которую я выбрала в области онкологии. Но без этого завета я бы никогда не достигла такой близости с Господом. Я бы не познала его так глубоко, если бы не пошла тернистой дорогой духовной войны. Это было трудным решением. Над принятием этого решения я думала примерно неделю, подсчитывала цену, которую мне нужно будет заплатить. Я знала, что когда заключу такой завет, для меня не будет возможности отступать. И когда будет очень тяжело, я не смогу изменить своего решения. Если бы я сделала это, то потеряла бы свои отношения с Господом, а это именно то, чего я перенести не могла. В конечном итоге, в конце недели, я встала на колени и заключила с Господом завет, который навсегда изменил курс моей жизни. С того времени, Господь довольно часто приходил ко мне и говорил о заключении других заветов. Вскоре после окончательного освобождения Элани, Он проговорил ко мне относительно моих тихих часов. Он попросил, чтобы я заключила с ним завет еще раз. Господь сказал мне, что знал, сколько времени я должна проводить вместе с ним, читая его слово и молясь. Он сказал, чтобы я избавилась от будильника и позволила ему будить меня и что в любой момент, когда он пробуждает меня, я должна встать и отдать время молитве, прежде чем пойти и работать с ним. Я согласилась заключить этот завет. С тех пор я никогда не пользовалась будильником. В течение следующих двух лет Господь очень часто будил меня около двух или трех часов ночи. Много раз он позволял мне спать только один или два часа. Остаток ночи я проводила в молитве и чтении его слова. Он научил меня вставать мгновенно, откликаясь на его призыв в любое время ночи. Благодаря этому во многих случаях мы спасли наши жизни, так как очень часто подвергались атакам сатанистов. Господь всегда вовремя предупреждал меня об опасности. Я уверен, что в начале этого, так сказать, тренировочного периода были времена, когда я просыпалась, но Господь не будил меня. Однако я шла верой и всегда бодрствовала после пробуждения. Господь готовил меня быть все более и более чувствительной к Его призывам. Я не единственный человек, которого Бог тренировал таким образом. Позвольте дать вам другой пример. Около года назад я заболела. У меня возникли проблемы с легкими. Мое дыхание было настолько коротким, что я могла спать только сидя в кресле. В первую ночь, когда мне все-таки удалось лечь, я была основательно истощена и провалилась в глубокий сон. Я спала на диване в гостиной комнате, когда Господь разбудил меня около двух часов ночи. Он велел мне подняться и проверить входную дверь. Я слышала рычание своей собаки, но не могла заставить свое тело послушаться и встать. Господь понял это. Это то, что он делает всегда. В то время, когда я боролась с болью, пытаясь оторвать свое тело от дивана, Господь разбудил моего брата христианина, который был адвокатом, и сказал ему встать и позвонить мне. К счастью, бат был послушен. Несмотря на то, что он чувствовал себя немного глупо, он позвонил мне. Телефон был в комнате Эланьи, но она спала очень крепко и ничего не слышала. В обычное время Элания не услышала бы телефонного звонка, но Господь сделал так, что звонок ее разбудил. Бат сказал ей, что извиняется за такой глупый звонок, но Господь велел ему позвонить и предупредить, что мы находимся в опасности. Элания пришла ко мне в комнату. Ей удалось полностью разбудить меня, и она рассказала мне о звонке Бата. Я попросила ее пойти и проверить входную дверь, так как Господь сказал мне. Кому-то удалось сломать замок и практически открыть дверь в тот момент, когда к ней подошла Элания. Она закричала и приказала незваным гостям убираться во имя Иисуса Христа. Они исчезли. Вскоре после заключения завета, который я описала в первой главе, Элания все еще находилась в госпитале в очень плохом состоянии. В одно из воскресений, когда я ехала домой с утреннего служения, Господь сказал мне, что я должна буду встретиться лицом к лицу с одним из сильнейших демонов и что тот попытается убить меня. Я ответила, что духовно не готова к такой конфронтации. Господь сказал мне, реши сама, что тебе нужно для этого. Сразу же после служения, сегодня вечером, я заключу с тобой завет и обеспечу тебя необходимыми вещами. В тот вечер я очень много молилась и читала Слово Божье. В конце концов, я перечислила и записала двенадцать вещей, необходимых для битвы, сопровождая каждое место мисписания. Все это было нужно для того, чтобы я стала настоящим воином Иисуса Христа. Я попросила духа силы любви и целомудрия, согласно второго послания к Тимофею, первой главы седьмого стиха. Я также попросила из псалмов «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани». Но самое главное, я попросила Господа, чтобы Он сделал свое руководство ясным для меня и чтобы я особенно была чувствительна к Его голосу. Это был второй завет, который я заключила с Господом в церкви. Никогда не забуду того вечера. После служения я тихо подошла к алтарю, чтобы помолиться за себя, так как обычного призыва к алтарю не было. Однако Дух Святой предупредил пастора Пета, поэтому он очень быстро подошел ко мне и спросил, не нуждаюсь ли я в помощи. Я вкратце рассказала ему свою ситуацию. Мои просьбы были записаны в тетради. Я ее не открывала, так как считала, что для пастора не обязательно знать мои просьбы. Он согласился помолиться со мной и просто быть свидетелем Завета. Сначала молилась я, потом молился пастор. Он произнес одну из самых благословенных молитв, которые я когда-либо слышала. В силе Духа Святого он перечислил каждую из тех просьб, которые были записаны у меня в тетради и попросил Господа исполнить их в моей жизни. Как обычно, Господь был верен своему Завету. Я выжила после битвы с одним из наивысших демонов, которая произошла через несколько недель. И обещания, данные Господом в этом Завете, действуют моей жизни и по сей день спустя много лет. Простое знание того, что Бог всегда хранит свое слово, дало мне защиту и силу воевать в ужасной войне с самим сатаной, которая продолжалась без перерыва в течение последних семи лет моей жизни. Один из последних заветов, которые я заключила с Господом, был заключен тогда, когда Он призвал меня переехать в Калифорнию. Калифорния это место, куда бы я никогда в жизни не поехала. Я не могу открыть все пункты этого завета, но некоторые из них все-таки желала бы осветить. Я должна была переехать в Калифорнию и жить там в полном послушании Богу. Я осознала, что мне следует отдать свою жизнь Господу, Он же обеспечит все наши нужды, нежелания и защитит нас, когда мы отдали свои жизни Ему. Господь откроет нам двери для служения, которые Он считает нужными, а те, в которых мы не нуждаемся, закроет. Запомни, Бог с каждым человеком работает по-разному. Мы очень дороги Ему, и Он имеет к каждому из нас особый подход. Когда вы осведомлены об этом принципе заключения завета с Господом, Он будет открывать вам свои желания для заключения специальных заветов. Но есть одна проблема. Почти все люди хотят заключить завет с Господом, считаясь со своими требованиями, но не с Божьими. Они хотят здоровья, процветания, комфорта, удовлетворения плотских желаний. Очень хорошо об этом говорит Иаков, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Послание Иакова, 4 глава, 3 стих. Вот два завета, которые каждый христианин должен заключить с Господом. Слово Божье повелевает нам сделать это. Первый завет, это завет спасения, второй завет полного подчинения Иисусу. Ни один человек не может достигнуть глубоких отношений с Господом без заключения этих двух заветов. После этого инициатива о заветах обычно исходит от Господа. Слушай, что говорит Дух Святой, ищи Господа всем своим сердцем, и Он будет найден тобой, Он придет к тебе, Он насладится заключением завета с тобой. Глава третья Год борьбы Утомленная Ревека открыла дверь своего дома, огляделась по сторонам и, закрыв ее, в изнеможении упала на диван. Чико, ее сиамский кот, тут же прыгнул к ней и начал мурлыкать. «Что ты мурлычишь?» пробурчала она, поглаживая его шелковую спинку. «Уже больше десяти часов вечера, а я еще не ужинала». Чико мяукнул в ответ. «Ну хорошо, если мы будем здесь сидеть и ничего не делать, вещи не изменятся», сказала Ревека зевая и поднялась с дивана. Она включила свет и подошла к стереосистеме, чтобы включить ее. «Нет», проговорил Дух Святой. Ее рука замерла около выключателя. «Нет», спросила она, «Что ты имеешь в виду, Господь?» «Не включай стереосистему», последовал мгновенный ответ, после которого наступила абсолютная тишина. «Ну, что еще?» удивленно спросила Ревека. «Они когда-нибудь перестанут это делать? И сколько это будет продолжаться?» Она зажгла еще одну лампу и аккуратно вынула штекер стереосистемы из розетки. Потом тщательно просмотрела все провода, ведущие к усилителю. И вот она, небольшая бомба, выглядевшая как динамит. Она была подключена к ее стереосистеме. Если бы Ревека включила ее, она просто бы попала в историю. Очень аккуратно она разъединила провода. К счастью, Элания хорошо научила ее это делать. Она делала такие бомбы, когда была в группе сатанистов и научила Ревеку их обезвреживать. Спокойно вздохнув, Ревека аккуратно положила бомбу в ящик и потом соединила провода стереосистемы. Включив музыку прославления, она направилась на кухню, чтобы немного поужинать. Пока она стояла, устала глядя на холодильник, Господь проговорил к ней опять. Подойди и найди противоядие для павулона. Ты забыла это сделать. Но Господь, я голодна. Ревека работала в госпитале практически без перерыва, начиная с 7 часов утра. В ее расписании не было выходных дней. За последние несколько недель она очень мало спала. Продолжающаяся болезнь Лании вместе с частыми атаками сатанистов полностью истощили ее. Она была измучена и физически и эмоционально. Сейчас, повелел Господь. Нагрузки после двух лет приучили Ревеку к мгновенному послушанию любой команде Господа. Она захлопнула дверь холодильника и направилась к своему шкафу с книгами по медицине. Павулон это лекарство используемое при операциях в любом госпитале. Оно вводится непосредственно в вену пациента. За секунды павулон приводит к полному параличу всех скелетных мышц. Его действие длится около часа, если доза не повторяется. Павулон используется во время операций, чтобы парализовать мышцы пациента и таким образом свести к минимуму разрушения тканей. однако в хирургии анестезиолог использует специальные аппараты для дыхания пациента. Без этого аппарата пациент не сможет дышать, так как павулон полностью парализует все мышцы в теле. Противоядие от павулона передостигмин, лекарство, вводимое в вену, которое мгновенно уничтожает действие павулона. Ревека закрыла свою фармакологическую книгу и Господь проговорил к ней опять. В этот раз она должна была действовать очень быстро. Вернись назад в госпиталь. Кто-то пытается ввести павулон в вену Элании. Ревека схватила свои ключи и побежала к дверям. Ее дом находился примерно в двух минутах ходьбы от госпиталя. Она бежала от своей машины до самой комнаты Элании. Когда она ворвалась в комнату, Элания лежала не дыша, вся синяя от недостатка кислорода. Ревека нажала на кнопку срочного вызова и несколько сестер вбежали в палату. Физиотерапевт Джерри имя это вымышлено находился в комнате для обследования. Когда Джерри услышал срочный вызов, он понял, что что-то случилось в комнате Элании и быстро прибежал туда. К тому времени, когда Джерри прибежал, Ревека и другие доктора ввели в горло Элании кислородную трубку и использовали аппараты для восстановления ее дыхания. «Что здесь происходит?» спросил Джерри. «Не знаю», ответила Ревека. «Я застала Эланию синей, без дыхания. Она все еще не дышит». «Я это вижу. Но почему?» Джерри в глубоком недоумении почесал свою голову. «Я никогда ничего подобного не видел». «Это повторяется раз за разом, и нет никакого объяснения всем этим проблемам». Ревека тянула время, думая о том, что ей нужно было сказать. В конце концов, она решилась сказать то, что было в ее разуме. «Послушай, Джерри, я знаю, это звучит странно, но эти эпизоды, которые происходят с Эланией, то есть то, что ее дыхание останавливается, выглядит так, как будто она получила дозу павулона. Почему бы нам не попробовать ввести противоядие? Павулон? Какой черт ввел павулон в вену Элани? Вот он как раз-то и сделал это», подумала Ревека. «Ты не знаешь, что сам дьявол принимает в этом участие?» Очень тихо она сказала. «Я не знаю, Джерри, но мне кажется, нам нечего терять. Передостигмин не причинит ей вреда, и если это сработает, мы получим много ответов». «Да, и намного больше вопросов». «Ну хорошо, нам нечего терять, давай попробуем передостигмин», сказал Джерри, пожав плечами. Все, кто находились в комнате, ожидали затаенным дыханием, пока Джерри вводил лекарство в вену Элании. Через несколько секунд она начала двигаться и дышать. Слезы потекли по ее щекам. Она не могла говорить, так как трубка для дыхания шла через ее горло в легкие. Такой ужасный опыт внезапного паралича и потери сознания принес ей множество страданий. Выражение шока было на лицах всех докторов и медсестр. Они быстро удалились из комнаты, не желая быть свидетелями этой ситуации. Если кого-либо из них спросили об этом случае, они отвергли бы все, что случилось. Вот такой странный мир медицины. Джерри посмотрел на Ревеку. Ты была права. Я знаю, что в этой ситуации истинная причина намного серьезнее, чем видимая. Но я ее не хочу знать. Я просто хочу, чтобы Элания вышла отсюда. Но как ты оказалась здесь в нужное время? Господь сказал мне. Просто ответила Ревека. Мне кажется, я знал, что ты так ответишь, сказал Джерри. Можно я тебе что-то посоветую? Старайся меньше говорить, Господь сказал мне персоналу в госпитале. В противном случае они закроют тебя, а ключи выбросят. Ты знаешь, что это звучит очень странно, Ревека? Ты что, на самом деле веришь, что Господь говорит с тобой? Да, Джерри, я верю. И он с тобой тоже будет говорить, если только ты сделаешь Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Только не начинай все сначала, Ревека, сегодня я слишком устал. Но кто бы не сделал этот трюк, ему придется поразмышлять над этим, так как трюк не вышел. Сегодня же я переведу Эланью в палату интенсивной терапии и утром выну трубку. Я хотел бы знать, что я должен записать в ее истории болезни, чтобы не подумали, что я совсем сошел с ума. Бубня что-то себе под нос и пожимая плечами, Джерри покинул комнату. Ревека нагнулась и откинула волосы с олба Эланьи. «Все в порядке, дорогая», сказала она. «Господь, как обычно, делает свою работу. Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить такой ужас. Ты видела, кто из персонала ввел тебе лекарства?» Элания покачала головой. Ревека все поняла. «Когда это кончится?» Она взглянула на свои часы. Была полночь. Она решила остаться с Эланией, пока ее не переведут в палату интенсивной терапии. Происшествие с Павулоном, введенным в Вену Элании, было одной из многих попыток убить ее. Битва продолжалась. Болезнь Элании казалась неизлечимой. Было не только много покушений. Различные продолжительные болезни, поражали все ее тело. Сначала поражающая инфекция почек, приведшая к сепсису, инфекцией крови. Затем тромб в ноге, который двигался к легким и почти убил ее, разрушив огромную часть легких. После этого другая инфекция. Кроме того, частыми были эпизоды, когда Элания просто прекращала дышать по необъяснимым причинам. Ревека приходила в отчаяние. То же самое было и с тех пор, как Элания освободилась, а это было год назад. Она ни разу не спала всю ночь. Атаки были не только на Эланию. Ревека также получала множество из них. В ее дом часто кто-то вламывался. Несколько раз она находила бомбы в своей квартире. Такие бомбы были установлены на стартере ее машины, около ее телефона и стереосистемы. Было много попыток отравить ее пищу, особенно кофе. Много раз Дух Святой останавливал ее перед тем, как она хотела сделать первый глоток кофе. Много раз она простаивала очередь в кафетерии и была вынуждена уносить поднос с едой в отделение для отходов. Ревека поняла истинное значение места из Писания, в котором говорится, ибо всякое творение Божье хорошо и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. А также у веровавших же будут сопровождать сие знамения и, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Ревека никогда не делала даже глотка воды без благодарения Господу, прося его благословить и очистить ее. Не раз, когда она заканчивала свой ланч, она замечала своих коллег, очень странно смотрящих на нее. Многие спрашивали, насколько хорошо она себя чувствовала. У нее не было сомнений в том, что Господь отвечал на ее молитвы и очищал еду от какого-то яда, находившегося в ней. Однажды к ней подошла медсестра и решила принять Иисуса своим спасителем, рассказав Ревеке, насколько она была удивлена, увидев, что та не была отравлена ядом, находившимся в ее пище. Она сказала, что желает служить Господу Ревеке, а не сатане. Давид, имя доктора, который также был местным жрецом сатанистов, с каждым днем становился все злее и злее на Ревеку. Однажды он остановил ее в коридоре и напрямую угрожал ей. Комнаты для отдыха докторов были полностью изолированы. Двери этих комнат закрывались изнутри, но не могли закрываться в то время, когда владелец этой комнаты находился за ее пределами. Дух Святой проинструктировал Ревеку. Она должна была оставлять маленькие кусочки бумаги или нитки на дверях, чтобы определить, открывал ли кто-либо дверь в ее отсутствии или нет. Много ночей она не в состоянии была зайти в свою личную комнату, потому что Давид или кто-то еще ожидал ее там. Остаток тех ночей она проводила, сидя в кресле. Иногда Ревека просто начинала радоваться, осознавая, что сатанисты разочарованы настолько сильно, насколько сильно разочарована бывает и она. Они не могли понять, почему им не везло. Несколько раз к ней подходили и открыто спрашивали, какой силой она обладает. Эти люди принимали Иисуса Христа своим спасителем и покидали сатанизм. Ревека радовалась, так как она знала, что не только ее личная жизнь зависит от послушания Господу, но также жизнь других людей, которые приходили к Иисусу как своему спасителю, глядя на ее жизнь. Дух Святой еще и еще раз приводил ей на память стих из послания к Ефесянам 6 главы. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять». Таков был ответ, который Господь давал Ревеке в тех ситуациях. Он сохранил их жизни во время празднования черной мессы, но с другой стороны казалось, что борьбе не будет конца. Однажды, спустя несколько недель после случая с Павулоном, Ревека ехала в своей машине. Слезы застилали ее глаза. «Господь!» кричала она. «Почему мы не можем иметь победу в этой ситуации? Почему ты не можешь благословить меня и Эланию и выпустить ее из госпиталя?» «А насколько ты оцениваешь мои благословения?» последовал мгновенный ответ. Затем Дух Святой привел на ум Ревеке место из Писания, где говорилось об Иакове. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари и сказал «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал «Как имя твое?» Он сказал «Иаков» и сказал «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков говоря «Скажи имя твое». И он сказал «На что ты спрашиваешь об имени моем?» И благословил его там и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он «Я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя». Книга Ботие 32 глава с 24 по 30 стих. Когда Ревека читала это место из Писания Господь опять проговорил к ней «Скажи мне дитя мое насколько ты ценишь мое благословение сможешь ли ты бороться со мной всю ночь?» Ревека стала обдумывать этот вопрос на часах было уже девять часов она была просто измождена происшедшим днем все ее тело кричало и просило сна свернув на главную дорогу она приняла окончательное решение на вопрос Господа она ответила да та ночь была первой из множества ночей которая Ревека провела на коленях перед Господом она молилась читала Писание и изливала свое сердце перед Богом она попросила Господа открыть ей всякий грех ее жизни и много плакала ее сердце болело из-за страданий Элании на свете чудесный мир пришел в ее сердце она встала чтобы приготовиться к следующему рабочему дню Бог ответил на ночную молитву Ревеки в течение следующей недели Элания поправилась и была выписана из госпиталя Ревека тоже покинула госпиталь и начала готовиться к переезду в другой город для медицинской практики те уроки которые они получили за этот год борьбы за жизнь Элании стали очень полезными в последующие годы когда Ревека и Элания работали вместе для Господа выводя множество людей из рабства сатаны в прекрасный свет царства Иисуса Христа Христа Продолжение следует... 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 Продолжение следует...